добрый вечер уважаем участники добрый вечер александр всех рад приветствовать на нашем очередном вебинаре вместе с александром элдером мы встречаемся каждый месяц обсуждаем рынки а я александр делится с нами своим мнением своим видением того каким должен быть трейдинг всегда он многих отличаются но мы стараемся почерпнуть самую интересную информацию из что называется первых уст перед началом как всегда несколько слов ну во первых это как всегда предупреждение о рисках всегда важно помнить о том что торговлю на финансовых рынках связано с рисками именно это тот вопрос которым важно разобраться для того чтобы избежать ненужных ошибок ненужных потерь но частично мы также эти вопросы затрагиваем в ходе нашего вебинара данный вебинар проходит на площадке адмирал маркетс адмирал маркетс для тех кто присоединился к нам впервые является брокерской компании мы предоставляем сервис по трейдингу то есть это трейдинговой платформы и также на возможность инвестировать уже также в классические активы акции и а в том числе и т.ф. и среди наших клиентов наши клиенты могут для себя найти более 8000 инструментов то есть акции различных стран и европейских акций американских естественно акции именно выбрать для себя те инструменты которые интересны те которые подходят также мы уделяем огромное внимание обучению да то есть преподнесение информации для наших клиентов чтобы у новичков была возможность разобраться там с базовыми вещами и получить основные знания по трейдингу и в том числе я мы очень рады что александр присоединяется к нам раз в месяц и делится своим опытом а для того чтобы вы всегда были в курсе основных событий расписание вебинаров то я со своей стороны рекомендую подписаться на наш телеграм-канал сейчас ссылочку также чат присылаю там вы будете получать информацию новых вебинарах также записи вы всегда сможете найти и конечно же подписаться на наш youtube канал в котором на который мы выкладываем записи вебинаров в том числе на вебинар александра тоже появится на youtube канале и если вы по какой-то причине пропустите и не сможете посетить онлайн то вы всегда сможете тоже посмотрите в записи и также там у нас будет проходить конкурс но об этом я расскажу чуть позже план вебинара на сегодня он такой что мы ну как всегда хотелось бы услышать много информации от александра да то есть его мнение по текущей ситуации в целом да то есть что происходит на рынке также мы поговорим о основных инструментах до разберем ключевой индексы ключевой валюты ключевые свои вы активы а также мы подведем итоги конкурса до в котором мы разыгрываем книгу с автографом александра разберем акции которые вы прислали да александр посмотрит также будет серия ответы на вопросы и дальше я на расскажу уже про индикаторы александра как их можно установить метатрейдер на эту возможность мы сделали буквально пару месяцев назад но чуть подробнее расскажу об этом в конце уже после основной части и также еще раз расскажу про правила на конкурса а с моей стороны это все александр как всегда готов передать слово вам у нас перерыв получился чуть дольше чем обычно обычно нас перерыв месяц да в этом случае у нас был примерно полтора поэтому уже гораздо большим нетерпением передаю слово вам и мы со своей стороны готовы вынимать полезной информации от вас спасибо большое роман очень приятно вас видеть и слышать спасибо за доброе представление и то что мы пропустили месяц мы ничего не потеряли потому что приближаются колоссально интересные моменты мне кажется на рынке и лучше сегодня чем две недели тому назад я покажу некоторые индикаторы которые позволяют мне так думать вы хотите показать свой экран наверное сначала да может быть s&p можем начать как раз со своих инструментов сейчас я показываю кран у вас появился да 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 я прекрасно вижу спасибо с левой стороны недельный график с правой стороны дневной и недельный график идет вверх стабильно причем каждый месяц примерно легкая или не очень легкая паника и после значит свеча или бар опускается в зону ценности зона ценности это расстояние между двумя скользящими средними даже вот на прошлой неделе было такое падение невероятно короткое рынок обломился начал обламываться в пятницу вошел в зону ценности в понедельник а во вторник уже выскочил из нее и закрылся на новых высотах последний бар это значит неполная неделя это понедельник вторник и половина среды сейчас значит в нью-йорке чуть-чуть после полудня в среду так что последний бар только пол недели заметьте кстати роман если вы чуть-чуть отодвините курса свой один из один из параметров фигур даже лучше сказать который на которые я всегда обращаю внимание это высоту столбика или высоту свечи высокие свечи показывают на большую эмоциональную вовлеченность трейдеров маленькие короткие свечи показывают на на то что трейдеры без энтузиазма и побаиваются и вот это то что происходит на этой неделе то есть казалось бы все хорошо прекрасная маркиза рынок достиг новых высот в понедельник бар совершенно какой-то дохлый смотрим ниже значит импульсная система все еще зеленая и смотрим еще ниже индикатор macd мы видим что феврале этот индикатор macd гистограмма поднялся были вот зеленые эти бар он поднялся так довольно нормально показывая что показывая что была сила был энтузиазм была коррекция macd гистограмма опустилась ниже нуля и сейчас macd гистограмма еле-еле дотянул до нуля мы не видим последних последнего бара потому что он находится он равен нулевой линии он равен нулю то есть уровень энтузиазма среди трейдеров низок и стоит на рынке возникнуть малейшей слабости как этот индикатор повернет сверху вниз станет красным и вот тут у нас будет довольно основательный сигнал на продажу переходим на правую сторону экрана и что мы видим здесь что в июле цены достигли верхней границы конверта короткая коррекция до нижней границы дневного конверта и сейчас рынок опять пытается пытается дотянуться до верхнего конверта сегодня это у него явно не получается смотрим на гистограмму посмотрите на уровень дневной гистограммы в июле на ее падение тоже вы в начале июля на ее падение в середине июля я называю такие такие фигуры переломали хребет быку и сейчас значит быть поднимается у правого края и сравните этот подъем с тем что было в начале месяца цены выше индикатор гораздо ниже он еще не тикнул вниз когда он тикнет вниз вот это будет сигналом на продажу продажу накоротка причем роман если я не ошибаюсь среди индикаторов которые вы предлагаете которые я разработал и вы предлагаете для мета трейдера входит индикатор называется я же язык по-русски называется по английски macd crossover который показывает на какой точке к моей сиди импульсная система поменяет свет вот такой должен быть там я очень часто когда собираюсь торговать я пользуюсь этим индикатором то есть выскакивает точечка которая показывает ниже какого уровня мои среди гистограмма тикнет вниз и вот на этой в районе этой точечки я размещаю свой приказ о продаже накоротка или если пытаясь поймать дно то о покупке естественно то есть рынок рынок находится в очень неблагоприятной ситуации сейчас в опасной ситуации еще один индикатор есть я покажу вам его попозже потому что сейчас мы пользуемся экраном романа а когда мы перейдем к моему экран экрана и вот еще другой индикатор это индикатор новых высот новых низов и это это то что я отслеживаю каждый день эта информация выставляется в интернет многими компаниями есть одна компания которой я сильно доверяю потому что очень многие компании делают очень странную работу по высоким по новым высотам новым низам считает их совершенно странными образами если одна компания который данным данным которой я сильно доверяю и я проверяю их веб-сайт каждый день снимаю с него эти цифры и ввожу их свою программу я покажу вам этот график в результате это такая довольно страшная картинка для быков а кстати информация это на на я вам покажу позже так что мне думается что американский рынок сейчас стоит в очень опасной ситуации посмотрите кстати в нижнее правое окно где индекс силы сравните высоту индекса силы в начале июля перелом хребта быков и высоту индекса силы сейчас то есть сплошные дивергенции дивергенция мая сиди линий дивергенция мая сиди гистограммы и дивергенция индекса силы тренда как говорят как говорят любители скача ипподромов это три эффекта так что не слабый индикатор запишите меня в медведя знаете у меня есть очень хороший друг такой мужик бразилец кстати бывший офицер бразильской армии приехал в америку эмигрировал 20 лет спустя еще молодым человеком и занимался здесь тем что продавал украшение для волос девочек армейских дел далеко довольно очень хороший трейдер и у нас ним был спор где-то пару недель тому назад он бык он говорит что федеральная резервная система вкатывает такие огромные деньги в рынок что рынок просто не может упасть эти деньги нужно куда-то девать банковские проценты ничтожные и поэтому значит он стоит он на покупку стоит он только покупает и покупает и покупает и я не могу возразить на сущность его аргумента то есть да на самом деле федеральная резервная система вкатывает деньги как грязь в рынке но при этом я смотрю на технические индикаторы и ситуация очень опасная и что я четко знаю на основании долгого долгого опыта что технические сигналы всегда предшествует фундаментальным что может столкнуть роман давайте вернемся еще на секундочку я вижу вы дакс выставили на секундочку еще к сам пи вернемся что может развернуть этот рынок что может развернуть этот рынок должно произойти какое-то событие которое его должно ничего не должно вероятное событие которое пихнет его вниз допустим выйдут цифры от американской гос статистики что сильный всплеск инфляции и тогда у федеральной федерального резерва не будет выбора на начать поднимать учетную ставку вот это вдарит по рынку или допустим какие-то столкновения военные с китаем в сегодняшней газете китайцы строят полигоны на которых можно разместить сотни межконтинентальных ракет которых у них нет еще но будут видимо в не очень далеком будущем так что агрессивная политика китая необходимость повысить учетный процент никто не знает что это будет в том-то и дело что вот такие вот явления которые неожиданно бьют по рынку как пандемия выскочил как бы из левого угла но технический рынок выглядит что он готов к резкому падению я не хочу сказать что это конец бычьего рынка но серьезная коррекция допустим мы смотрим на на s&p s&p падает допустим в район нижнего конверта да то есть s&p сейчас где-то 4 400 и падает где-то в район 3 800 15 процентов вот такая коррекция не бычий рынок но очень серьезная глубокая коррекция которая предоставит прекрасные возможности покупать но это уже заглядывать слишком далекое будущее посмотрим дакс на недельном графике дакс с левой стороны дакс слабее он перестал подниматься уже практически с весны совершенно плоско себя ведет имел коррекцию на прошлой неделе поднялся но катирали американский рынок на новых высотах немецкий рынок совершенно плоский здесь смотрим на дневной рынок то же самое плоский неуверенный и то что последняя реакция была ниже предыдущих это показатель того что медведи набирают силы но четких сигналов вот как мы их видим в американском рынке в даксе я не вижу да это не сильный рынок такой задумчивый что еще вы хотите посмотреть роман давайте посмотрим евро доллар как раз валютных это это доллары так это это доллар оцененных оцененных оцененные в евро да или нет я знаю что в америке и в европе это все по-разному чертится евро оценен в долларах то есть евро стоит где-то доллар 18 центов на недельном графике на графике где мы проводим стратегические решения во первых хочу показать на сигнал который возник в ноябре прошлого года по моему если память не изменяет мы о нем говорили если вы поставите вертикально где-то в ноябре до на недельном графике слева правее 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 дальше 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 продолжать и двигать продолжать и двигать стоп пока я вот здесь да все счастливы все смеются евро идет вверх сильная валюта что мы видим на технических индикаторах посмотрите на великолепную медвежью дивергенцию мсд гистограммы посмотрите на великолепную медвежью дивергенцию индекса силы эти вот этот график кстати вот если вы у вас есть возможность схватить картинку с экрана и ее просто стоит распечатать вот так вот вот это вам нужно знаете мой хороший друг и партнер кирилла вон до всегда спрашивает вот из и трейд где твоя сделка а какая как выглядит твоя идеальная сделка вот это нужно вот это нужно просто сфотографировать и шлеп на стену вот так вот должна выглядеть идеальная сделка да цена достигает новых высот бьет по конверту в то же самое время дивергенция мсд гистограммы дивергенция индекса силы поехали поехали произошла серьезная коррекция и с тех пор евро выше уже не поднимался сейчас опускается опять в район донышко которое было установлено в феврале и похоже 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 что скорость этого падения замедляется и даже вот последний столбик импульс сил значит мсд гистограмма уже не вниз а вверх да то есть похоже что медведи начинают сдавать позицию двойное дно двойное 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 дно в ценах двойное дно в гистограмме дивергенции особой нет но двойное дно наблюдается смотрим на дневной график теперь мы видим в предыдущей в предыдущей неделе многочисленные попытки проломить вы знаете роман если вы поставите линию горизонтальную допустим на уровне где-то конца конца июня уровень конца июня горизонтальную линию под ценами вот по донышку цен гораздо правее гораздо правее ниже 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 чуть чуть выше выше еще выше вот так вот видите медведи по евро ломают дно раз раз два три четыре пять и не могут сломать раз медведи не могут сломать значит следующий ход скорее всего на вверх и мы видим что евро начал разворачиваться к верху я в последнее время мало уделяю внимание валютам если бы я торговал валютами сегодня то я бы четко искал покупки в евро потому что ранние признаки дна народ любит покупать по высотам народ любит покупать когда когда рынок достигает верхнего конверта вот тут все понятно он идет вверх компания большая давай покупать по умному надо покупать ниже ниже зоны ценности на распродаже покупаем да хочу купить себе новую рубашку но спешки нет я подожду пока в магазине не вывесит 30 процентов скидки вот тогда я зайду вот это вот такая вывеска сейчас висит на евро давайте посмотрим еще что что вы хотите давайте посмотрим золото на недельном графике где-то полтора месяца на два месяца почти тому назад очень сильная коррекция произошла за одну неделю золото обрушилась и и и и и и ничего две недели спустя была попытка значит возобновить это падение эта попытка была отвергнута золото на недельном графике чуть чуть ниже зоны ценности и мсд гистограмма стала уже загибаться вверх подниматься вверх да так что похоже что золото формирует донышко опять таки это не самая великолепная донышко это не такого качества сигнал как сигнал верхов в смп который просто прыгает на меня с экрана и хватает меня за лицо если ты не будешь торговать это что ты будешь торговать это хороший сигнал то что мы видим здесь но не такой драматический не такой уверенный как сигнал в смп вы знаете когда вы высматриваете сигналы для своих сделок вот то что я сказал несколько минут тому назад повторяя своего друга керри он говорит what is your a trade какая твоя эталонная сделка это не эталонная сделка да и когда вы занимаетесь биржевой игрой вам важно знать это эталонная сделка или ну да вроде бы да так нормально выглядит да почему бы и нет но это не эталонная сделка если эталонная сделка то в нее можно тяжелее вложиться больше вложиться смотрим на дневной график резкое падение золото видим кратковременную двухдневную попытку сломать это дно и от этого двойного донца кстати дивергенция в индексе силы не не в моей среде в индексе силы и от этого двойного донца золото начал очень хорошо подниматься мелкая коррекция последние две с половиной недели и опять-таки медведи пытаются проломить но а он не идет не хочет поэтому я думаю золото стоит на повышение здесь опять-таки если если торговать золотом то я бы смотрел на обычную сторону вы знаете несколько слов об импульсной системе переходим посмотрите на левую сторону графика вы видите горизонтальную полосу где стоят штрихи зеленые синие и красные это не значит не что покупаем зеленые продаем красные зеленые говорит запрещено играть на понижение красные говорит запрещено покупать то есть это не торговая система эта система цензуры и вот эта вот цензура на этой неделе закончилась красная импульсная система перешла в синюю все значит делаем что хотим запрет на покупку снять вот такие пироги и и тогда посмотрим нефть до нефть марки бренд вот завершим наш такой обзор роман или у меня галлюцинации или какое-то тихая тихая радио играет на заднем плане вам не кажется нет но я сейчас попробую отключить у себя звук не не мешает не мешает так вот да нефть добавил но у меня вроде радио не играет а теперь шум появился у меня сегодня садовник работает так я ему сказал что пожалуйста подокну это самое не коси потом потом сказать попозже нефть с одной стороны с другой стороны да нефть кровенос нефть это как кровь экономики экономика сейчас усиляется по всему миру спрос на нефть растет тревожно выглядит то на недельном графике что имеются медвежьи дивергенции ма сиди и индекса силы на прошлой неделе была такая короткая быстрая коррекция сейчас нефть поднимается я думаю что то есть сегодня кратить нефть нельзя 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 потому что импульсная система зеленая на недельном графике и зеленая на дневном кратить нельзя но смотреть можно и вот здесь вот если бы я занимался сегодня нефть это я бы очень внимательно сказать пару раз в день вот это очень внимательно я бы пару раз в день поглядывал на эти индикаторы и как только дневной индикатор перестал быть зеленым дневная импульсная система перестала быть зеленым я бы стал искать возможности закоротить этот рынок дивергенция очень неприятная когда мы смотрим на дневной график мы видим что последнее падение ма сиди гистограмма было рекордно глубоким то есть медведи присутствуют и медведи агрессивны поэтому на данный момент моя система не позволяет ничего делать здесь но говорит посматривай посматривай жди разрешения коротить спасибо александр в принципе основные инструменты посмотрели я думаю то что тогда мы можем как раз подвести итоги конкурса сейчас я выведу таблицу участников немножко по ней расскажу и тогда уже переключимся на вашу платформу прекрасно посмотрим уже отдельно инструменты итак один момент да здесь я вывел как раз информацию по результатам нашего конкурса то есть здесь все акции которые присылались день входа был 23 июня день выхода 27 июля соответственно до сегодняшнего вебинара подробнее я расскажу про правила уже непосредственно в конце здесь также мы разделили на два сегмента у нас те акции которые попадают в обзор то есть на разбор александру те которые присылаете за 48 часов все остальные александр отдельно про них не говорит но в конкурсе они также участвуют здесь все в порядке и у нас соответственно есть две акции которые были присланы чуть дольше чем за 48 часов до вебинара который был в прошлом месяце это вертекс и модерна и собственно эти две акции одна была предложена вертекс в лонг и модерна в шорт ну они видимо обе выросли но у нас одна получилась победителем 8 процентов за эти полтора месяца а вторая минус 55 процентов собственно как мы и обсуждали на одном из предыдущих наших вебинаров то было бы интересно как раз послушать мнение александра и по той акции которая победила и по той акции которая проиграла то есть на что нужно было учесть чтобы участнику который предложил потому что скорее всего он предполагал что она вырастет вот было бы тоже интересно услышать мнение и наш победитель Нина Нина Жигина если я правильно произношу фамилию у нас уже не первая девушка побеждает вот поэтому со своей стороны тоже поздравляем и я также напишу на нашем ютуб канале как вы сможете получить книгу знаете Роман спасибо большое я когда включу свой экран я смотрел на эти акции до начала нашего класса я их покажу быстренько со своего компьютера если вы не возражаете да конечно сейчас я останавливаю демонстрацию и вы можете запустить у себя так шер скрим вы видите мой экран или нет вот сейчас подгружаются пока темные да дело ясное что дело темное пока темный давайте еще раз попробую я сделаю стоп и еще раз share share скрин так одну секунду а он темный потому что он у меня заснул на моем компьютере все ясно так сейчас будет share скрин и да все отлично теперь теперь да вы знаете значит посмотрим на на акции которые победили и проиграли vrtx фармацевтическая акция когда у нас был предыдущий вебинар числа 14 или раньше 24 июня 24 июня то есть окей значит это было вот вот здесь то есть нина нина поступила как разумная домохозяйка купил на распродаже да вертекс обвалился и стал подниматься опять и разумная покупка вторая акция которая победила тоже это кмб кимберли кларк кимберли кларк это вы знаете есть такие акции их считают относительно безопасными тоже кстати тоже очень хорошо по времени получилось вот вот вам видна эта вертикальная линия где я ставлю да да мы видим вот здесь то есть была коррекция и акция была закуплена близко к этой коррекции кимберли кларк это компания которая делает бумажные полотенца туалетную бумагу мыло нет даже не мыло ну вот искать все для дома и для чтобы чистить короче говоря то есть независимо от того хорошая экономика плохая люди покупают этот товар это не быстрая компания на медленно движутся акция медленно движется но это была такая серьезная покупка когда мы смотрим на потерявшие когда мы смотрим на потерявшие акции то конечно такая ослепительная потеря была в акции компании модерна модерна это самая лучшая компания из всех которые делают вакцину от вируса и тут они объявили что значит благодаря своему колоссальному успеху примерно 94 с половиной процента эффективность я кстати вакцинировался этой модерной и у меня работает строитель сейчас на повышение всяких структур в доме и я его уговорил чтобы он он боялся я его уговорил вакцинироваться я ему говорю и будешь себя плохо чувствовать возможно в первый день я тебя плачу я тебя плачу за этот день но поехали я тебя свезу и поехали с ним на вакцинацию а там предлагали выбор модерна файзер и джонсон и джонсон без всяких разговоров только модерна так что нужно быть смелым человеком чтобы коротить модерну хотя должен признаться я сам коротил 3 дня назад но я ее поймал когда она совершенно по сумасшедшему выскочила вверх я вот поймал этот хвостик очень краткосрочная сделка то же самое и на предыдущей неделе такой вот хвост она выбрасывает вверх коротчук на следующее утро закрывают но взять это как такую более длинную позицию надо быть смелым человеком компания выпускает продукт которого требует весь мир и и конкуренции практически нет поэтому надо 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 когда вы когда вы хотите закоротить акцию ищите акцию которую вы хотите ненавидеть эту акцию трудно ненавидеть вот такие пироги я не фундаментальный аналитик но полезно знать что то о том чем занимается компания насколько она хороша или не очень давайте посмотрим акции которые пришли сегодня на конкурс и опять таки я их посмотрел до начала нашей встречи и два момента во первых очень много акций на понижение предлагается я рад слышать потому что как вы знаете я в данной ситуации медведь а кроме того несколько очень интересных акций и я не удивлюсь если в ближайшие пару дней я сам буду торговать какими-то из этих акций и если я это сделаю то в следующем вебинаре я покажу значит результаты этих сделок выигрыш или проигрыш все равно то есть это не все равно но покажу или то или другое что сказать что как лягут карты прежде чем смотреть на акции присланные на корпус я хочу вам показать то что то что обещал график который я отслеживаю каждый день это график новых высот новых низов источник информации компания bar chart и bar charts dot com если не найдете пришлите вопрос или роман я вам с удовольствием пришлю этот линк если вас будут спрашивать вы сможете ответить людям вот иди по этому линку там все это есть значит что что мы видим с левой стороны ну как всегда это знакомая для вас система надеюсь уже с левой стороны недельный график с правой стороны правый график S&P и вы видите как недельный график поднимается но график новых высот новых низов показывает колоссальное ослабление участия в этом в этом ралли к примеру в начале года где-то в феврале недельный график новых высот новых низов стоял на уровне почти трех тысяч значит за неделю было на три тысячи больше новых высот чем низов вчера этот график стоял на уровне 226 без калькулятора 226 это меньше чем 3000 идем на правую сторону и мы видим опять таки как S&P карабкается в высоту цепляются вот эти камешки и лезет наверх и при этом индекс новых высот новых низов ниже ниже и мы отслеживаем его в трех диапазонах это новые высоты новые низы за месяц за квартал и за год извините в другом порядке наверху за год потом за квартал и внизу за месяц и вы видите как вот это вот падение происходит по всему диапазону минус 80 в годовом диапазоне минус 479 в квартальном минус 765 в недельном диапазоне это показывает на то что количество новых высот количество акций которые участвуют в этом ралли все время понижается и понижается давайте давайте вернемся к графикам акций которые вы представили на конкурс например Александр предлагает посмотреть на повышение извините на повышение на понижение акцию компании Microsoft Microsoft это один из лидеров бычьего рынка вот этого теперешнего бычьего рынка как говорится безумство храбрых поем мы песню старая советская штучка но в данном случае это совсем не дурная идея смотрим на недельный график на недельный график Microsoft на прошлой неделе акция поднялась до уровня верхнего конверта и сейчас она там как бы засела и импульсная система только что поменяла цвет с зеленого на синий значит на прошлой неделе запрещено было каратить а сейчас это разрешается недельный график разрешает каратить но действительно сильный сигнал мы видим на дневном графике посмотрите на дивергенцию MACD гистограммы дивергенцию MACD линий и дивергенцию индекса силы три эффекта да очень очень привлекательная сделка хотя хотя должен сказать может я надеюсь что в нашем сегодняшнем поиске мы найдем более привлекательные другие акции каратить потому что Microsoft это одна из самых больших тяжелых акций на американских рынках мы пудлил залаял наверное услышал слово Microsoft говорит не карати или карати наоборот лучше не каратить лидеров лучше каратить более скромные акции смотри на кого поднимаешь руку и вот Дмитрий прислал другую компанию тоже кандидат на шорт я просто по списку иду в порядке в порядке в котором они пришли ККР группа охраны два пуделя лают тут бабушка какая-то ходит по улице со своей собакой эти пудели всегда выскакивают чтобы объявить чья это территория и кому принадлежит эта улица прошу прощения ККР ККР это финансовая компания очень продвинутая и сейчас очень хорошо завязанная в политику и в последнее время они занимались тем что выводили на рынке огромное количество по-моему сотни спак называется компания то есть выпускают компанию продают акции компании у которой нет никакого бизнеса но просто есть обещание что они значит на деньги которые продают акции на 300 миллионов долларов иногда больше что когда они получат эти деньги то они на эти деньги купят бизнес который будет прибыльным бизнесом для меня это анекдот но люди верят в чудеса и в голубую птицу и вот эта вот компания КТА продает эти замечательные акции сильная медвежья дивергенция МСД гистограммы МСД линий индексы силы импульсная система все еще зеленая она перестанет быть зеленой если мы посмотрим одну секунду она перестанет быть зеленой если ККА она сейчас котируется по 62-41 на этой неделе если она опустится ниже 61 а на следующей неделе ниже 62 то есть она находится в центрах от точки перехода перемены цвета зеленого на синий и опять таки Роман я надеюсь что вы этот индикатор включите в вашу добавочную программу для мета трейдеров потому что я считаю это очень полезный индикатор смотрим на дневной график опять таки казалось бы все хорошо все прекрасно вчера ККР достигла новой рекордной высоты сегодня уже сдает немножко оттуда и если ККР опустится значит ККР сейчас стоит 62-40 упало на цент пока мы с вами говорили если ККР опустится до 62 на 40 центов то перестанет быть зеленой сегодня а завтра точка перехода 62 с половиной вот так вот то есть совсем стоит на грани перехода очень если коротить то я я был бы склонен гораздо сильнее коротить что-то типа ККР потому что это такая немножко боковая акция чем идти на главного героя на на Microsoft не будем за горизом на рынках медали не дают едем дальше Анна пишет тоже тоже хочет закоротить акция которая производит сигареты Philip Morris PM обычно это медленная компания опять таки это это компания которая не сильно падает в медвежьи рынки потому что кто кто курит он будет курить в очень малой зависимости от состояния экономики импульсная система синяя уже на недельном графике дневная все еще зеленая да если дневная опустится точка перехода 99 значит сейчас она продается по 99.56 по 99 она станет легальной в кавычках легальной по импульсной системе и она будет легальной сделкой но она не вызывает такого серьезного интереса у меня почему потому что нет таких вот ярких дивергенций которых мы видели в акции KKA вот Евгений хочет посмотреть Royal Dutch Shell евгений надо писать тикеры причем американские тикеры это ваша работа найти этот тикер и дать если вы сейчас в комнате то пожалуйста найдите тикер пришлите месседж если Роман вы его увидите то передайте мне и следующее опять таки Сергей хочет коротеть SRPT заметьте я переключаюсь на недельный график прежде чем открывать прежде чем открывать графики я всегда хочу начинать неужели как а нет я оговорился нет 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 это на повышение спасибо коротеть покупаем дешево продаем дорого да извините Сергей это значит Сергей подает SRPT на повышение тоже кажется фармацевтическая компания имела серьезные проблемы в конце прошлого года упала в цене от 180 долларов до 70 но вроде оклемалась и перестала падать сейчас еще красный график на недельном недельный график красный покупать запрещено но линия уровень на котором она станет легальной на этой неделе 70 а на следующей неделе 69 смотрим на дневной график уже конечно дневной график синий гораздо дневные сигналы почти всегда 99 процентов появляются раньше недельных Вальдемар хочет закоротить м м м роман я боюсь что мы не уложимся в час и если вы не возражаете минут на десять затянем это мероприятие если вы в порядке я тоже в порядке надеюсь что я в порядке так менее по моему посмотрите пожалуйста вы обычно смотрите на финвиз по моему это по недвижимости компания судя по названию м м м м м коротить ее нелегально потому что импульсная система зеленая ведет она себя очень сильно дивергенции толком никаких нет смотрим на дневной график выскочила вверх сегодня возможно возможно посмотрите возможно что сегодня был 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 отчет о квартальной доходности был был как раз вчера после закрытия рынка после закрытия да 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 и компания это технологично разрабатывает приложение окей вы знаете на самом деле на самом деле на самом деле вот 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 тут окоротить можно и даже нужно почему я я очень люблю эту фигуру это как вот такая вот игла возникает над графиком цен то есть видимо они дали хорошие результаты акция открылась с гэпом и взлетела вверх по сумасшедшему а тут люди смотрят это не имеет смысла и она стала опускаться и обычно эта игла остается на долгие месяцы наверху поэтому это как раз это как раз довольно безопасно коротеть относить ничего безопасного нет но это относительно безопасно коротеть вот такие иглы я очень люблю это делать но надо быть очень опытным человеком и не засиживаться то есть когда коротишь вот такую иглу то я просто жду чтобы там закрылся гад и все пошли домой это это не акция которую я стал бы держать там неделю две недели один из наших участников без имени хочет купить акцию которая одно время много торговала но в последнее время она что-то заснула плаг это компания которая устанавливает по Америке электрозаправки значит для электроавтомобилей был колоссальный ажиотаж компания стоила меньше десяти долларов взлетела до семидесяти упал до двадцати и сейчас она стоит двадцать восемь долларов импульсная система синяя недельный график зеленая покупка легально покупка легально она мне сказать не хватает сильно за лицо потому что плоская она очень я не уверен что начнется новый взлет но это совершенно легальная покупка едем дальше Марат хочет предлагает купить акцию крупнейшей американской телефонной компании AT&T недельный график кстати у нее очень высокий дивиденд я Роман может вы посмотрите это в левом столбике вот этого финвиза по-моему дивиденд порядка семи процентов семь тридцать восемь это хорошая это хорошая это хорошая акция для тех для пенсионеров для банков для фондов и она спокойно не движется особенно изредка там бывают небольшие волны но вот люди покупают ее чтобы себе чтобы получать дивиденды семь процентов годовых это больше чем в банке это уж точно на недельном графике она с красной перешла на синюю легально покупать на дневном графике все еще красная но стоит ей подняться на несколько центов станет синей покупка будет легальной вот интересные акции на подходе Зармик я надеюсь правильно произношу имя просит посмотреть просит посмотреть крупнейшую компанию по добыче драгоценных металлов Ньюманд Майнинг как мы видели золото обвалилось и серебро обвалилось тоже и естественно обвалилась эта компания а сейчас собственно на этой неделе начался подъем на прошлой неделе эта компания ударила ниже уровня поддержки на этой неделе развернулась вверх индекс силы в нижнем правом углу показывает бычую дивергенцию очень приятно смотрим на дневной график как мы назовем эту фигуру как насчет двойное дно с бычьей дивергенцией дивергенция MACD гистограммы MACD линий и индекса силы записываю на бумажке себе что когда закончится значит наш вебинар посмотреть на эту акцию как на кандидат кандидатку для покупки возможно возможно при том какие огромные деньги федеральная резервная система вбрасывает в экономику инфляция неизбежна так что драгоценные металлы я думаю фундаментально стоят на пороге положительных событий Иван хочет посмотреть акцию компанию Alley A-L-L-Y спрашивает и что с отраслью домостроения отрасли все что связано с недвижимостью в Америке сейчас кипит цены на дома поднимаются цены на строй материалы поднимаются пример у меня сосед очень мы переехали недавно значит в этот дом очень приятный сосед такой технарь мужик инженер высокий и ну так общаемся с ним слегка через забора нет не полагается не принято еще к нему зашел во двор спросить чего-то он показывает у него бензиновый колонн чтобы значит дрова колоть и он говорит захочешь всегда возьми пожалуйста одалживай а я ему говорю а у меня трактор есть можешь трактор себе пользуйся как свои ну вот такие хорошие отношения не то что близкие друзья но хорошие соседи а тут недавно был в магазине в магазине в строительном смотрю этот бензоколон стоит 1600 долларов я с ним пересекся пару дней спустя я говорю слушай я посмотрел этот колонн 1600 баксов стоит он говорит да это цена пандемии я его купил до пандемии за 600 долларов это просто пример того что все что связано со стоимость со стройкой с домом колоссально выросла в цене фанера втрое выросла в цене необходимый материал для строительства так что все что связано со стройкой очень позитивно длинный ответ на короткий вопрос а компания аллы спит кто-нибудь постучите в дверь потому что уже недельный график достигла пика в мае и так сказать лежит на земле отдыхает а дневной график трудно прийти в возбуждение еще особенно если вы хотите покупать просто подождите пока импульсная система перестанет быть красной нам осталось еще буквально три сделки посмотреть по моему но олег хочет закоротить компанию johnson & johnson джей и я скажу почему это не лучшая идея это одна из консервативных компаний для консервативных инвесторов она выпускает бинты марганцовку мази пластыри то есть в любом доме в любом доме в америке вы увидите продукты джейнджей в любом доме и естественно эта продукция спрос на которую не меняется или очень слабо меняется в зависимости от состояния экономики это считается консервативной спокойной компанией управление очень сильное очень хорошее я знаю мой друг вложен довольно основательно в эту компанию говорит что очень хорошее управление очень разумно управляется компания спрос на продукты не ослабевает поэтому коротить такую компанию я бы побоялся не то что побоялся но вы знаете есть другие кандидаты давайте найдем какую-то шелудивую собаку и ее продадим чем залезать на опасного противника Григорий хочет посмотреть компанию REGN по-моему это биотек какой-то да фармацевтикалс вы знаете Григорий я люблю торговать компаниями которые отошли далеко от ценности или вверх или вниз вот так вы смотрите KKR на понижение или NEM на повышение а эта компания она в диапазоне она в диапазоне уже что с лета прошлого года так сказать особых фейерверков здесь не ожидается коротеть да и когда импульсная система перестанет быть зеленой на дневном графике это будет легальным но особо она не вызывает такого восторга интересная компания Square очень много магазинов сейчас или мелких бизнесов заходишь туда и у них стоит терминал SQ чтобы расплатиться за услугу например у нас недалеко камбоджийский ресторанчик такой маленький еда на вынос очень приятно на ланч иногда купить вот у них стоит терминал SQ очень удобная система для купли и продажи но опять таки мы смотрим на дневной на недельный простите график Дмитрий хочет купить эту фирму фундаментально это очень хороший бизнес чем лучше бизнес в Америке тем больше они оформляют продаж тем больше они зарабатывают и профессиональная система зеленая смотрим на дневной график он четко поднимается и периодически падает в зону ценности как он сделал вчера сегодня уже вышел из зоны ценности поэтому если покупать такого типа акции то лучше ждать внимательно отслеживать ее и покупать когда она упадет в зону ценности то есть купить на распродаже а не платить полную цену и последняя сделка от Марины сегодня очень много шортов хочет продать компанию закоротить компанию АМТ вы знаете вы знаете когда волк бежит на охоту бежит завалить оленя он не бежит завалить самого сильного оленя самого вкусного самого такого лоснящегося он заваливает оленя который хромой или старый или вот что то у него проблема с этим с ногами не бегает так хорошо а сильный олень он копытом может дать и это относится в данном случае к этой компании она очень сильная она вот идет вверх без малейших даже без коррекции идет вверх опасно дивергенции на недельном графике никаких нет дневной график поднимается если бы мне кто то сказал Алекс должен торговать акции этой компании я ее куплю когда она войдет в зону ценности коротить такую акцию я бы побоялся окей Роман мы рассмотрели сегодня к большому удовольствию все акции а и как раз сейчас 1.04 у нас осталось буквально еще пять минут мы посмотрим на вопросы Дан просит меня разбирать личные сделки он правильно замечает что это не игра а настоящая работа я встаю каждое утро до 7 утра рынки открываются в 9.30 и вот между 7 и 9.30 я планирую на день вперед то что я показываю вам на скорости да вот здесь это будет легально там это будет нелегально у меня есть Excel все это вводит вся эта информация и вот этот Excel каждый день это уже или рассматриваю что я вчера планировал что я планирую сегодня действительно серьезная работа показывают свои сделки может быть если я буду торговать чем-то из того что мы обсуждали сегодня я постараюсь не забыть это показать Зармик спрашивает как вы считаете имеют ли торговые системы рыночные модели например расхождение свой срок жизни думаю что нет нет дело в том что эти подходы отражают поведение толпы толпа не меняется почитайте классику о биржевой толпе почитайте Маккея почитайте Либона все это на русском языке есть и вы видите что единственное что стало сейчас толпой она быстрее стала раньше нужно было пойти в брокерский брокерскую контору чтобы получить цены а сейчас что у вас на телефоне выскакивает движения быстрее стали но поведение толпы не изменилось за 200 лет я думаю что она не изменится за нашу жизнь не успеет два одинаковых вопроса похожих очень вопроса об зал пишет и Роман ваше мнение по такому подходу к торговле вошли в рынок по дивергенции по импульсной системе в покупку далее если рынок идет не в сторону позиций доходит до уровня стоп-лосса по вашему подходу так там не просто закрыть а перевернуться в тех же или еще больших объемах ни в коем случае не рекомендую этого если вы купили что-то и вы ожидали что это будет неправильная сделка а рынок говорит мужик ты ошибся ошибся а ну теперь я исправлю свою ошибку тем что сыграя в противоположную сторону не надо добавлять одно из моих жестких правил никогда не добавлять к прогрешным позициям проиграл срежь как можно раньше как можно быстрее но не добавляй к прогрешным позициям Сделки не случилось. Выйди из нее, проанализируй, ищи другую. И выйди из нее рано, чтобы тебя не побил рынок, чтобы больно не было. А брать позицию, которую ты неправильно проанализировал, а теперь еще добавить к ней в другую сторону, это строить одну ошибку на другой. Евгений спрашивает. Это никак не относится к нашему рынку. Я могу посоветовать хорошую книжку. Он пишет. Александр, добрый день. У вас много друзей, в том числе трейдеров. В большинстве моих друзей трейдеры. Подскажите, какие качества личности, на ваш взгляд, нужно развивать, чтобы у человека было много друзей. Прочтите. Есть очень хорошая книжка. Карниги ее написал лет сто тому назад. Как завоевать друзей и влиять на людей. Очень хорошая. Я не знаю, как по-русски она называется, по-английски. How to win friends and influence people. Старая классическая книга. Очень умная. Очень стоит почитать. Роман. 1.08. Вопросы пошли очень быстро. И я надеюсь, я ответил на все. Естественно, если бы у нас был бы не час, а 5 часов, то все бы это дело мы, конечно, обсудили гораздо глубже. Но, тем не менее. Очень интересные сделки были заставлены сегодня. Я, конечно, желаю всем нашим участникам больших успехов. Спасибо большое, Александр. Спасибо, как всегда, за интересный разбор. Действительно, много инструментов посмотрели. Много интересных. Но теперь через месяц посмотрим, как они реализуются в нашем джентльменском конкурсе. У меня будет еще несколько моментов. Я расскажу как раз про индикаторы. Расскажу про конкурс. Поэтому, Александр, я со своей стороны не смею вас задерживать. Спасибо вам большое. Увидимся через месяц. Укланиваюсь тогда. Да. Спасибо. Как раз вижу, машина выезжает. Жена поехала за ланчем для садовников. Ну, ужасно. Они приходятся на раз в неделю. И нас потом на ланч мы их всегда кормим. Садимся вместе за стол. Ну, это как жизнь на Западе. Человек человеку волк, да? По крайней мере, нас так учили. В Советском Союзе. Хорошо, Роман. Огромное спасибо. Я тогда ухожу поговорить с садовниками со своими. Спасибо еще раз за приглашение. Кстати, получил приглашение выступить на конференции в Китае. Как Китай – центр мира и связь с иностранными. И я сказал, что я… Спасибо – нет. Спасибо – нет. Занят весь сентябрь. Не могу. Немножко другая специализация. Да, да, да. Нет, ну это… Политика. Хорошо. Огромное спасибо. Жду встречи с вами в августе. Спасибо большое, Александр. Хорошего вам дня и до увидимся через месяц. Спасибо. До свидания. Уважаемые участники, еще буквально несколько минут вашего внимания. Как раз я сейчас в этой части расскажу про индикаторы, которые можете также поставить в вашу платформу MetaTrader 5 и настроить их таким же образом, как мы сейчас смотрели вместе с Александром в ходе нашего вебинара. Данные индикаторы были взяты как разработка Александра. Мы добавили их в нашу платформу, в MetaTrader 5. И сейчас они доступны вам для того, чтобы вы также смогли их использовать. Для того, чтобы как раз вы могли эти индикаторы использовать, я вот сейчас расскажу. Для того, чтобы их получить, вам необходимо написать на почту elderdiscsobaka.com. Сейчас я также приложу эту почту в наш чат. Ну а те, кто будут нас смотреть в записи, то вы сможете найти ее также в описании к видео. Сейчас прикладываю сюда. И уже вам на почту мы отправим набор индикаторов, шаблоны для графиков и видеоинструкцию, по тому, как их установить, как настроить, чтобы они выглядели точно так же, как сейчас мы смотрели вместе с Александром. И данные индикаторы, они работают бесплатно для клиентов Admiral Markets. Они работают только на реальных счетах с активным балансом более 200 евро на нем. Поэтому здесь этот момент тоже имейте в виду. Но в любом случае, любой вопрос, который возникает по настройке, если потребуется какая-то помощь, то также пишите на ту почту, которую я сейчас приложил. И также расскажу про конкурс. Сейчас еще раз покажу тот список участников, который нам прислал тикеры на наш следующий конкурс. И как раз на основе него я вам расскажу, как мы его проводим. То есть это такой джентльменский конкурс, скажем так, который призван для того, чтобы подогреть несколько интересов наших участников, потому что победитель может получить книгу Александра, ну и, естественно, с автографом Александра. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо под видеозаписью данного вебинара, то есть, соответственно, сегодняшний вебинар он будет загружен на наш YouTube-канал, предложить одну акцию, лучше, если это будет американский рынок, потому что Александр торгует, как правило, американский, поэтому по нему порой проще как раз получить информацию, чтобы была возможность посмотреть. Вы предлагаете в комментариях к этому видео одну акцию, ставите лайк, подписывайтесь на канал, и, соответственно, здесь есть один момент. Лучше эти акции присылать примерно за два дня до следующего вебинара, потому что акции, которые вы присылаете за два дня, они попадут в разбор к Александру, и мы включаем в конкурс акции, которые вы прислали, но как минимум за две недели до, потому что ситуация по ним уже меняется, если вы напишите ваш тикер сразу же завтра, например, то ситуация за месяц уже крайне сильно поменяется, и, возможно, та ситуация, которую вы для себя планировали, она будет уже неактуальна, да, пожалуйста, это имейте в виду, поэтому обязательно подпишитесь на канал, и за два дня до следующего вебинара, который у нас пройдет, соответственно, 26 августа, то есть 24-25, пишите ваши акции, то есть следите за рынком, пишите те акции, которые, на ваш взгляд, пойдут в лонг или в шорт в течение следующего месяца, да, соответственно, до следующего вебинара, и, соответственно, та акция, которая покажет самый большой прирост в процентах, это и будет наш победитель, да, то есть мы, например, на август мы замеряем цену сегодняшнего дня, да, то есть из тех акций, которые вы прислали сейчас, вы видите перед собой, и, соответственно, цена выхода будет за день до вебинара, да, то все крайне просто, понятно, что когда-то можно войти чуть раньше, чуть позже, и, скорее всего, эти сделки на своих счетах вы проводите немного по-другому, но это, как я уже сказал, такой джентльменский конкурс, к которому мы вас приглашаем как раз поучаствовать, потому что приятным бонусом будет книга с автографом Александра, да, с его пожеланиями уже победить. Ну и также вы получите разбор уже этой акции с точки зрения системы Александра и, возможно, для себя какие-то тоже дополнительные моменты подчеркнете. Поэтому подписывайтесь на YouTube-канал, если у вас есть вопросы по индикаторам, да, если вы хотели их получить на вашу платформу, пишите на почту элдердисксобакадмиралмаркетс.ком. Ну, а я с вами прощаюсь уже до следующего месяца, где мы также 26 августа вместе встретимся вместе с Александром и посмотрим, что произойдет нового на рынке. Возможно, произойдет та коррекция, о которой Александр говорил. Возможно, рынок пойдет расти дальше. Ну, как обычно, никто не знает, да, есть определенные сигналы, которые могут к этому подсказывать, но всегда нужно понимать, что рынок – это не то, что можно предугадывать, да, со стопроцентной вероятностью, а нужно к этому найти системный подход. Поэтому всем большое спасибо. Ставьте лайки те, кто нас смотрит в записи, на YouTube-канале обязательно. Оставляйте также ваши вопросы в комментариях, потому что вопросы мы тоже принимаем только с тех вопросов, которые оставляются на YouTube-канале, потому что мы физически не успеваем разобрать то огромное количество вопросов, которые пишете в чате в Zoom, поэтому здесь я тоже про это не говорю в ходе вебинара. Поэтому, если вы хотите, чтобы вопрос попал к Александру, оставляйте также его под видео последнего вебинара, который есть на YouTube-канале Admiral Markets. Всем спасибо большое, всем желаю хорошего вечера и увидимся через месяц. Всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok